Девушки отдыхают Приветствую юных любителей математики! Здравствуйте, коллеги! Добрый день, профессор! На прошлой неделе мы с вами учились находить лишний предмет И я задавал вам домашнее задание Да, придумать четыре предмета с этим общим признаком И добавить один, у которого этого признака нет Запомнили отлично! Теперь посмотрим, как справились Так, кто первый? Я... Можно? Вот, вот мои предметы Карандаш Фломастер Краски Мелки И блинчик Ха! Блинчик! А при чём тут блинчик? Вот именно, что ни при чём Блинчиком рисовать нельзя! Нельзя! А всем остальным можно! Молодец, Веснушка! Всё верно! А теперь я, можно? Валенок, сапог, сандалии, носок и туфли! Ну и что тут такого? Ведь это всё я могу надеть на ногу! Лишнего предмета нет? Не спеши! Ну подумай ещё немножечко, Шуня! Ну... ну... я не знаю... хотя... может быть... носок? Точно! Носок! Ведь носок не обувь! Ммм... зубок, скажи-ка! Правый Шуня и Веснушка? Конечно, правый! Общий признак! И валенка, и сапога, и сандалии, и туфли! Всё это обувь! А носок... предмет одежды! Моя! Моя очередь! Так... ананас, сыр, кефир, пельмени и овсяная каша! Хм... странно, очень странно! Шуня, а ты ничего не перепутала? Да нет! Всё правильно! Ничего не понимаю! Всё это можно есть! Что ж тогда лишнее? Хе-хе-хе! Ммм... Веснушка, думаю, что ты правильно нашла общий признак! И ананасы, сыр, и кефир, и пельмени, и овсянку можно есть! Шуня, рассказывай, в чём дело! Ага! Вы сдаётесь? Сдаёмся, сдаёмся! Давай! Да ведь это очень просто! Ананас, сыр, кефир и овсянку я бы целыми днями ела! А вот пельмени я терпеть не могу! Ну вот это не считается! Как это не считается? А вот так! Общего признака-то нет! Ха! Ещё как и есть! То, что я люблю, вот общий признак! Нет, 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 Шунь, так не годится! Общий признак должен быть известен всем, а не только тебе! Запомнила? Эх, запомнила! Ну не расстраивайся, дорогая Шуня! Попробуй ещё раз, а я тебе чуть-чуть помогу! Пустыня? Но ведь это не предмет! Правильно! Общие признаки есть не только у предметов, а у чего угодно! Шуня, вспомни, кто живёт в пустыне! А, ах да! Тушканчик, ящерица, верблюд и черепаха! Прекрасно! Так что же лишнее в этом ряду? Не знаю! Они же все в пустыне живут! Это и есть общий признак существ, которых ты назвала! А ведь пустыня! Не существо! Ах, я поняла! Лишняя сама пустыня! Ведь она не существо, а природная зона! Мы это по географии проходили! Именно так, Шуня! А теперь пусть на доске останется изображение пустыни и верблюда! Шуня, назови другие природные зоны! Лес, тундра... Стоп! Вполне достаточно! А теперь, что лишнее? А можно я скажу, а? По-моему, верблюд! Почему? Да потому что общий признак леса, тундры и пустыни – это природная зона! А верблюд – животное! Совершенно верно! А теперь задачка на слух! Сейчас вы прослушайте пять разных звуков и попробуйте найти лишний! Да как же это? Ведь звуки-то не предметы! Их ведь нельзя увидеть! Я ведь говорил, что общие признаки есть не только у предметов, а у чего угодно, в том числе и у звуков! Слушайте внимательно! Ой, это же будильник звенит! Ой, терпеть не могу этот звук, когда надо рано вставать! Ой, похоже, кто-то что-то разбил! Хе-хе! Течет водичка из чайника в чашку! Ой, а это как будто мы с Коксиком в футбол играем! Хе-хе-хе! Такая красивая музыка! Ага! По-моему, это фортепьяно! Молодец, Шуня! Так что же из этих пяти звуков лишнее? Наверное, разбитая тарелка! Уж очень неприятный звук был! А может, фортепьяно? Ты что? Очень красиво! Вот потому-то она и лишняя, что красиво! Все остальное обычные звуки, а это музыка! Хм, Шуночка, может, ты права! Да, друзья! Общий признак звуков разбитой посуды, будильника, льющейся воды и топот ног в том, что все это просто шум! А вот на фортепьяно музыкант исполнил прекрасную музыку! Ой, как же все это интересно, профессор! Давайте еще что-нибудь загадаем! Ну, на следующем уроке обязательно! А сегодняшний урок закончился! До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова